В компании «Металлоинвест» ведется активная работа в области развития охраны труда и промышленной безопасности. Важным объектом в этой работе выступает повышение уровня культуры безопасного труда. Одним из значимых инструментов, способствующих достижению поставленной цели, станет инновационный проект «Стопкарта». Он введен на предприятиях с 1 августа. Подробнее о проекте сегодня узнаем у директора департамента по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды компании «Металлоинвест» Романа Русецкого. Роман Анатольевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея реализации проекта «Стопкарта» и на что он нацелен в первую очередь? Здравствуйте. Идея возникла после посещения делегации группы компании «Металлоинвест», которую возглавлял генеральный директор Андрей Владимирович Варичев и первый заместитель Андрей Алексеевич Угаров, один из активов компании «Газпромнефть». К тому Андрей Владимирович обратил внимание на наличие определенного блокнота у руководителей специалистов. Мы поинтересовались, что это, и нам рассказали методы и инструменты работы данной «Стопкарты» в компании «Газпромнефть». После этого Андрей Владимирович поручил разработать аналогичный нормативный документ группы компании «Металлоинвест», который в первую очередь нацелен на выявление опасных действий и расследовать именно опасные действия, а не уже случившиеся несчастные случаи. На основе чего составлялась «Стопкарта» «Металлоинвеста»? Мы посмотрели существующие у нас сейчас опасные действия, как и количество микротравм. Соответственно, мы поняли, что в первую очередь нам нужно бороться именно с опасными действиями, которые происходят у нас на производственных площадках. Поборов опасные действия, вернее, расследовав все эти опасные действия, мы сможем только на основании этого уже уменьшать количество несчастных случаев и происшествий, которые происходят на производстве. Что лежит в основе проекта «Стопкарта» и что такое пирамида происшествий? Ну, как я уже сказал, что мы собрали все опасные действия, которые у нас происходили, и собрали количество микротравм, произошедших на наших предприятиях, и построили пирамиду происшествий. То есть в основании пирамиды происшествий мы положили опасные действия, которые выявлялись за прошлый год. Затем у нас идет количество микротравм, произошедших с работниками. Это когда потеря трудоспособности не наступила, но легкое повреждение здоровья работник получил. То есть ему, образно говоря, не выдали больничный лист, он продолжал работать. Затем идет легкий несчастный случай. После легкого тяжелые групповые. И вершина пирамиды – это смертельные несчастные случаи. Так вот, если бороться только с верхушкой пирамидой, это реактивный метод борьбы. Нам уже нужно стремиться к проактивному. То есть нам мы должны уменьшить основание пирамиды. При уменьшении основания пирамиды, соответственно, уменьшается верхушка. Поэтому этот проект у нас нацелен именно на снижение основания пирамиды, опасных действий и микротравм. И только снизив опасные действия микротравмы, мы сможем уменьшить верхушку пирамиды. То есть уменьшить количество смертельных несчастных случаев. Что представляет собой стоп-карта и какие специалисты должны ее применять? Стоп-карта представляет собой блокнот из 60 листов. В этот блокнот также входит и сама стоп-карта, в которой первый экземпляр стоп-карты был подписан лично генеральный директор во время проведения круглого стола, приуроченный ко Всемирному дню охраны труда 28 апреля текущего года. В эту стоп-карту работник, который выявил опасные действия, записывает опасные действия, которые он выявил. Лицо, которое совершило это опасные действия. И далее лист из этого блокнота направляется в структурное подразделение, работник которого является работник, совершивший или способствует совершению опасного действия. После этого в структурном подразделении с созданной комиссией, в стандарте у нас прописано, как создается комиссия, кто в состав ее входит, проводится расследование данного опасного действия. Соответственно, после каждого расследования разрабатываются корректирующие мероприятия, предотвращающие наступление опасного события в последующем. Что делать тем, у кого нет стоп-карты? Ведь нельзя же пройти мимо, если видишь, что жизни твоего коллеги угрожает опасность. Согласно стандарту, стоп-карты выдаются руководителям и специалистам производственных структурных подразделений, потому что именно они находятся на производстве, и они либо отвечают, либо контролируют производственный процесс. Поэтому блокнот стоп-карты выдаётся этим руководителям. Тем, кому она не выдаётся, это не значит, что он может просто пройти мимо. Право остановить работу дано каждого. Просто если он выявляет опасные события, и у него нет стоп-картового права, остановить производство работ, вызвать руководителя и специалиста, ответственного за ведение данного направления и данного вида работы, и потом уже тот специалист имеет право составить стоп-карту, и будет проведено расследование согласно существующему стандарту. Уже много лет на предприятиях существует книжка безопасности труда. Чем от неё отличается стоп-карта? Книжка по безопасности труда больше направлена на дисциплинарное воздействие на работника. То есть там описывается его нарушение, которое он совершил, и предлагаются меры воздействия на этого работника, как дисциплинарного характера, так и административного уменьшения его премии. Данная стоп-карта, она наоборот направлена на повышение культуры, потому что работник, выявивший опасные действия, вначале обязан провести беседу с этим работником. Он должен побеседовать с ним, выяснить, каковы были мотивы и причины совершения им этого опасного действия. Потом проводится расследование. И сама стоп-карта, она не направлена на дисциплинарное воздействие, она направлена на повышение культуры безопасности производства на нашем предприятии. Что может в дальнейшем способствовать развитию культуры безопасного производства? В первую очередь, это, конечно же, соблюдение самим работникам всем требований безопасности. Не только тем, которые прописаны в правилах, в инструкциях. Он должен сам осознанно подходить к выполнению, к выполняемой работе и должен понимать, что культура безопасного производства начинается с самого работника. Тем самым мы снизим уровень травматизма в нашей компании. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо.